Всем Белка, с вами Катя Бельчик и сегодня у нас будет не совсем обычный выпуск Неглядя, потому что он будет посвящен кокосу. Кокос. Напишите, пожалуйста, в комментариях, любите ли вы кокос так, как люблю его я. Сегодня я собрала для вас кучу шоколада. Все, что я смогла найти кокосовое в магазине, лежит здесь. Здесь новинка от Милки Бабл. Куча, ну в смысле всего лишь два риттерспорта, которых мне пришлось так постараться, чтобы найти, особенно вот это кокосовое пирожное. Альпингольд, ну я думаю все его уже пробовали, белый, с миндалем и кокосом. И интересный экземплярчик России щедрая душа с кокосом и вафлей. Сегодня не будет привычных критериев, мы не будем оценивать по баллам, взвешивать и так далее. Я просто расскажу вам подробно об этих шоколадках, об их ценах, покажу вам их. И в конце мы просто закрытым тестируем и определим, какая же из них на самом деле вкуснее. Поэтому если вы любите кокос так, как люблю его я, то оставайтесь. А сейчас я выставлю наши шоколадки в порядке бывания по цене. То есть сначала будет самая дорогая, а потом будет самая дешевая. И первую у нас идет Милка, потому что стоит она ровно 109 рублей. Дальше с оставанием на рубль идут 2 риттерспорта, они по 108 рублей. Следующий у нас идет Альпингольд 85 и самая недорогая шоколадка, это Россия щедрая душа с кокосом и вафлей. Она стоит 78 рублей. А теперь давайте просто откроем эти шоколадки и посмотрим, что внутри. Начнем, естественно, с Милки, так как она самая дорогая. Она мне, по-моему, сломалась пополам, потому что она у меня уже тысячу минут лежит на самом деле. Ну, месяц примерно, я давно ее купила. Она все ждала своего выхода. Здесь у нас идет 97 грамм. 3 грамм не хватает до 100. Почему у меня Милка всегда с белым покрытием? Кто не смотрел выпуск про Милку Орео, щелкайте вот сюда. Хэштег Кати Живи. Не, на самом деле она реально крутая. Посмотрите, какая только она у меня разломалась, но это уже мои проблемы, что она вау, классная. Смотрите, какая пузырчатая и тут начинки много. Да, мне это определено нравится, я очень хочу попробовать. А какой аромат вообще потрясающий. Следующим у нас идет Риттер Спорт. Вот эти две шоколадки, на самом деле, про них не так много информации. Больше информации вот про это, она вот новинка этого года. И многие люди там пишут, интересуются, какой вкус. Сейчас мы сегодня, кстати, посмотрим. Вот с кокосовым пирожным вообще какая-то загвоздка, потому что я ее купила вот в одном магазине, больше я нигде ее не могла найти. И она как-то называется обычно кокосовым макарун. У меня здесь кокосовое пирожное, я вообще ничего не поняла. Винтер эдишн. Сейчас будем смотреть. Квадратишь практишь гуд. По-моему, она мне тоже сломана уже, честно. Дети, не открывайте так, как я в шоколадке. Прям явный запах кокоса, мне нравится. Ну, вот прям начинки много, да, класс. Так, сейчас открываем тогда вторую. Ну, не могу я ее, начинаю ее ломать, и она вся ломается, мне так не нравится. Зато открылась с правильной стороны, и почему бы и нет. Ну, на вид, конечно, одно и то же, но что тут удивляться? Сейчас давайте отломаем кусочек. Ну, тут маленькие вкрапления, такие, как у какой-то печенюшки. Кстати, вот то, что на картинке было нарисовано печенье, оно вообще, я думаю, из самых любимых, как кокосанка, как она там называется. На вид и на запах вообще абсолютно идентичные шоколадки. Мне даже интересно, смогу ли я их размечить в закрытом тестировании. Я прям уже жду. Альпингольд, я думаю, уже все ее пробовали. Напишите в комментариях, пробовали ли вы. Мне кажется, все уже пробовали ее. Давайте посмотрим. Ну, что ее смотреть? Ну, белая шоколадка. Кстати, я вообще, на самом деле, большой любитель белого шоколада. Вот, давайте разломаем. Здесь тоже орешки, все очень вкусно. Но мне вот больше интересно вот на эту шоколадку, кстати, что я ни разу ее не пробовала, и стоит она дешевле всего, что тут будет. Молочный белый шоколад написано. Кстати, 90 грамм. Давайте-ка посмотрим на это. Очень даже неплохо. Ну, тут есть и прослойка начинки, и два вида шоколада. Ну, за 78 рублей вообще очень даже неплохо. Ну, теперь интересно, как это будет на вкус. Погнали пробовать с закрытым тестированием. Мне кажется, будет очень интересно. Моя задача отгадать все шоколадки, попытаться. И когда я буду с закрытыми глазами, вкусы будут более яркими. И я определю, какая же из них на самом деле самая вкусная. Я примерно составила себе картину, что где. Но не могу определиться, что вкуснее. Но вот эти явно двое. Это вот Альпенгольд, вот этот вот белый. А вот это... Федрая душа на России. Вот это два ритера. Но вот их я вообще не могу понять, кто где. Вот честно. Я как будто... Я думала, что будет легко раскусить, потому что вроде как печенька должна какой-то там давать, да, хруст. Но нет. Они обе как-то похрустывают чуть-чуть. По центру, значит, методом исключения, это явно мелко бабл. Конечно, Россия на вкус мне, ну, честно, не очень. Чувствуется как такой, ну, дешевый шоколад, что ли. А Альпенгольд, ну, в принципе, норм, да. То есть, ну, так как здесь есть еще покруче шоколадки, в плане то, что они молочные все-таки, наверное, молочные поинтереснее, чем белые. Сейчас я, пожалуй, еще попробую раз вот эти, второе три, и скажу свое мнение. Финальное решение. Я не могу понять, какой риттер-спорт круче, честно. То есть, ну, какой из них кто? Мне они прям вот оба безумно понравились. Какие? С этого края, с этого края в первом ряду. Риттеры, они прям реально очень классные. Сейчас я такая открываю, блин, это, короче, Россия щедрая душа. Я такая, ооо, черт. Чисто методом, я только предположу, что вот эта голубая, которая, а вот эта макарон, ну, пироженка кокосовая. Из них я выбрать вообще не могу. Вот, по-моему, вот эта вкуснее. Как-то я, просто я их уже столько попробовала. Наверное, можно глаза-то открыть. Кажется, все работает. Ты че, все поменял? Это Россия щедрая душа. Что? Пуда? Все, мой позор. Он вообще не звал. Да вы че, прикалывайте-то, милка баба была. Можем переснять, пожалуйста, можно переснять? Мне стыдно. Я вообще в шоке. Я не буду перед вами оправдываться. Я не угадала. Почему-то вот эти шоколадки я сразу отмела. Я говорю, ну, типа, вот эта Россия щедра душа, короче, я ее пробовать не буду. Я ее пробовала пятой, и, возможно, я, типа, ну, как-то сразу ее, ну, не могу даже объяснить. Самый прикол в том, что я была уверена, что это милка баба. Я пробовала, она невкусная. Ну, как может быть, милка баба, блин, невкусная. Я для себя, блин, все, это, короче, милка баба, ну, че-то не, не канает. И да, ну, я, по идее, выбрала Литтер Спорт. Друзья, надо сейчас в открытом попробовать Литтер Спорт. О, какой дешевый шоколад. Мне не нравится, кстати, вот что это за шоколадка, какая из них? Кокос. Она очень сладкая. Я прям, ну, как-то взяла, что-то такая, ой, фу-фу-фу, невкусная, че-то мне не нравится. Ну, что я могу вам сказать? Россия щедрая душа все побеждает в нашем тестировании. А почему бы, собственно, нет красота на вкус, как милка баба. Ну, а если серьезно сказать, то для любителей кокосов все будет абсолютно вкусно. И даже не могу ничего конкретного. Если вы любите кокосиковое все, кокосиковое, то пробуйте все шоколадки и делайте сами выбор для себя. Потому что я, например, с удовольствием буду кушать каждую из них. Ну, что, всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем мелко. У меня просто шок. У меня вот просто шок, реально. То есть все получается... Субтитры сделал DimaTorzok